Здесь прессуется предварительно сыр, сырная масса, потом выкладываются вон в те формы, потом идёт пресса. Это самое большое предприятие, которое пищевое. А, да? Да, больше такого нету. Именно вот через вот этот проект значительно увеличились и рабочие места, и получается выход продукции в два раза больше. Раньше он у нас был всего один, вот видите? Да. А вот с помощью вот этого проекта Юсайс, конкурентное предприятие, мы закупили ещё один. Теперь у нас выработка продукции такой, которая здесь выпускается в два раза больше. Вот видите? Да. А дальше он уже конвейером идёт туда. Да. Это вот самое дорогое оборудование, которое мы купили в рамках вот этого проекта. Ага. Идёт почти, по-моему, на 50 тысяч долларов мы его купили. Окей. Оно идёт в комплекте, это германское оборудование. Я родился и вырос в штате в Америке, который называется Висконсин. И Висконсин очень известный для сыра. Другие американцы, они скажут, что люди из Висконсина головы сыра. Я очень горжусь увидеть, что USAID подоживает продукцию сыра здесь, в Кыргызстане, потому что это что-то личное для меня. Это что-то важное для меня, потому что сыра – это жизнь для меня. Это что значит? Американин или нин? От народа Америки. Аааа. Мы тоже покупали, получается, в рамках проекта «Конкурентное предприятие». Это ванна длительной пастеризации. Мы его покупали именно для сухого цеха. И она тоже предназначена для производства сухого молока. А, да, я понимаю. И выключает это сухое молоко в других продуктах и так далее. И он снова восстанавливает и делает уже из него другие молочные продукты. Да. Смотри, ты какая чудесная молочная производство!